Мир наш отчасти можно назвать сплошной экскурсией, более-менее удобной и познавательной. И правда, есть туризм экстремальный, экологический, есть лечебный, а есть туризм религиозный. Это когда мы пытаемся хоть что-нибудь узнать интересное, например, из жизни подвижников прошлых лет. Жили 200 лет назад два друга, Василиск и Зосима. Им очень хотелось потрудиться ради Христа, понести в этой земной жизни трудности и невзгоды, чтобы скорее достичь Царства Невестного. Его по обетованию самого Христа еще здесь, в нашей жизни, увидеть можно. И для этого искали они самое трудное место на Земле. Испытывали Афон, Киев, Крым, Кавказ, около года странствовали по Сибири и в 1802 году поселились в лесах Кузнецкого уезда, в тайге, в 50 верстах от ближайшей деревни. Холодным воскресным днем из поселка Чистогорск, что в 60 километрах на север от Новокузнецка, вдвинулась колонна из 15 автобусов, каждый из которых был полный людей. В далеком поселке такие колонны увидишь нечасто. Сначала дорога шла асфальтно, а потом началась грунтовка. За три километра до цели путешествия дорога кончилась и началось бездорожье. Пройти путь, который проделали святые, для современного человека трудно и, скорее всего, невозможно. Поэтому наши паломники и поехали на автобусы. Благо, сегодня почти до землянки святых проложена дорога. Из теплых домов вышли эти люди для того, чтобы попасть к тем местам, где в XIX веке жили два монаха – Зосима и Василис. По мокрым тропинкам, по грязи и мосткам, и даже по болотам пришлось идти нашим туристам к тем местам, где Зосима и Василиск искали Царство Небесное. Если отказывали ноги, помогали руки. Вот, мы тебя понесли, понесли, понесли. Чтобы не терять времени, перекусывали прямо на ходу. По кочкам шли осторожно, по мосткам почти бежали. Василиска Зосима у реки Средняя Терсть в 50 верстах от Кузнецка нашли нужное место. Глушь, топь и тишина. Местные крестьяне срубили им две кельи. Друзья-монахи разбили огород и начали молиться. И хоть место было глухое, через некоторое время вокруг пустынников образовалась небольшая община подвижников. Доехали до Увала, а тут пешочка прошла. А представляете, сколько же эти старцы на голодный желудок, высохшие, изможденные, уже престарелые. Сколько они исходили эту тайгу. Они ходили пешком, чтобы причаститься в Новокузнецке. В наше время трамваем поехать считают, нет, знаете, вот некогда, ну все. А вот люди. Есть праздники разные, вот таких мероприятий, то есть веселье, там какие-то концерты. А мы вот сделали вот такой духовный праздник, посвященный 85-летию и прославлению вот этого места, где жили наши преподобные Засим и Василиск и праведный Петр Томский. На этом месте они жили 20 лет с 1882 года по 1822 год. И они прожили здесь 20 лет и очень много молились. Вот здесь кели разные, выкопали ее, жили здесь в холоде, в голоде. И именно когда люди сюда приходят, они понимают, что как эти люди жили, чем они занимались, и учатся смиренности и духовности. Крестный ход – это хорошее мероприятие, я так скажу. Ну как бы кому-то дает здоровье, кому-то дает просто хорошее настроение. Дай Бог, чтобы народу было побольше, но все, как бы, воля Божья. Ну это очень хорошо, что в нашей земле Кузнецкой были такие святые люди. Их молитвами Россия сильнее, и их молитвы очень помогали людям. Цель достигнута, хотя бы символически, но нашим путешественникам удалось прикоснуться к подвигу святых друзей. У поклонного креста шепчутся последние молитвы. Скоро зима, и сюда уже не доберешься до самой весны. А там, может быть, хоть кто-нибудь вдруг да попробует пройти эти 50 верст пешком, как Зосима и Василиск.